Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже четверг, 21 сентября 2023 года. А новость у нас будет такая. Латвийские пенсионеры в ужасе ждут индексации пенсии. Министерство благосостояния разводит руками. Латвийские пенсионеры очень обеспокоены предстоящей индексацией пенсии. Этот ежегодный рост даже близко не сможет компенсировать скачок цен, произошедшей в прошлом году. Тем более, что основные расходы пенсионеров – это продукты питания и коммунальные услуги. Они выросли даже больше, чем средний уровень инфляции. Это передает ТВ-3. В Министерстве благосостояния также признают, что предстоящей индексации недостаточно. Но в этом году больше ничего не будет. До индексации пенсии в Латвии осталось менее двух недель. Но этого повышения будет каплей в море по сравнению с сумасшедшим ростом стоимости жизни, который мы наблюдали в прошлом году. Это и сейчас наблюдаем. Из-за инфляции покупательная способность денег снижается. Поэтому государственные пенсии индексируются каждую осенью. Расчет сложен. Сложен расчет. Обычно оценивают, как изменились потребительские цены в течение года. И как изменилась сумма заработной платы страховых взносов. Или, грубо говоря, что произошло с заработной платой в народном хозяйстве. Этот год станет исключением. Проблема в том, что он учитывает не то, что произошло с фактической заработной платой, а с так называемой реальной заработной платой. А именно, здесь тоже рассчитывается инфляция. А в прошлом году она полностью съела прибавку к зарплате. Фактически это означает, что в этом году при расчете повышения пенсии учитывается, внимание, учитывается только фактический индекс потребительских цен. Или генератор годовой инфляции. На графике же мы можем увидеть, как обстоят дела с августа прошлого года. Еще в мае годовая инфляция выражалась двузначными числами. В мае этого года, 2023 года, именно вот меньше двух недель осталось до индексации. Смотрите. Это сам уже, друзья, добавляем. Еще в мае, повторяю, мае этого года, годовая инфляция выражалась двузначными числами. Но расчет индексации пенсии включен в июль, когда инфляция составляла 6,4%. Друзья, не могу. Надо, я немножко прокомментирую, буквально несколько секунд. Они просто это из пальца высосали. Ну вот, просто вот тыкнули. И 6,4%. Я как-то в новостях говорил, ну как минимум надо, как в прошлый раз. Ну как минимум 20%, но не 6,4%. А то и поболее, чем 20%. Пример. Дальше продолжаю. Пример. Пенсия 500 евро. Что недалеко от средней пенсии по стране. Ее необходимо умножить на коэффициент, соответствующий уровню инфляции. 1,064. И, соответственно, увеличение в составе 32 евро. В свою очередь, пенсионер, получающий, например, 320 евро, может рассчитывать на прибавку только примерно, примерно, повторяю, на 20 евро. Недостаточно. Так описывают эту ситуацию главный экономист Шведбанка, либо Зорген Фрея. Подчеркивая, что фактически, фактически мы наблюдаем высокую инфляцию уже 2 года. Так а в чем же дело? А что наши тогда? Кто это высчитал 6,4%? Хотелось сказать, что за неумные люди? В Эстонии и Литве намного уже давно больше. Я имею в виду пенсии, друзья. Размер пенсии. Так же самое, как и минималка. Что происходит у нас? У нас ложь. Это самое и провокации, я имею в виду, оттуда, от наших шишек. Кедровых, сосновых, еловых. Но вы понимаете, о чем речь идет. Да, 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 да. Им так надо, понимаете? Им так надо. Дальше слушаем. За этот период счета за еду и коммунальные услуги стали выше, чем отражает средний уровень инфляции. Мы понимаем, что у пенсионеров эти две категории расходов, еда, жилье составляют 40, а то и 60% общего дохода. Инфляция этого пенсионера была намного выше, чем инфляция среднестатистического жителя Латвии. 77% одиноких пенсионеров с трудом сводят концы с концами. А они нам загнули 6,4%. Не стыда и совести, говорю, нету. И если мы не сможем компенсировать даже это небольшое снижение покупательной способности пенсии, нам, вероятно, придется подумать о более масштабных мерах, говорит Зорген Фрея. Федерация пенсионеров тоже не скрывает своего разочарования. Еще раз повторяю. Федерация пенсионеров Латвии тоже не скрывает своего разочарования. Ничего обнадеживающего нет. Пожилые люди грустят, расстраиваются. Повторяю, в Латвии. Канал наш называется. Мы живем в Латвии. Речь идет про Латвию. Осень пришла. Отопление начинается. Не сегодня, а завтра уже пора включать. Ну вот хорошо еще, дай бог, теплые дни еще стоят. Но скоро начнется, друзья. Новый министр благосостояния в Латвии Улдис Аугулис от Союза Зеленых и Крестьян готов выдвинуть идею индексации пенсий дважды в год. Дважды в год, повторяю. И продление, применение стажа при расчете на переговорах по бюджету следующего года. Но, повторяю, но, конечно, это будет только в 2024 году, то есть в следующем. И пройдет ли еще. Хотя это давно уже. Да. Подумывает уже, чтобы два раза в год. Друзья, посмотрите, что творят. Я имею в виду, что вот, смотри, один раз и... Ну ладно, один раз. Но еще раз повторяю. Как минимум 20 надо процентов. Как минимум от 20 процентов повышать индексацию пенсии в Латвии. А чтобы догнать Литву и Эстонию, нам надо дважды в год, это как минимум дважды в год, как минимум по 30 процентов. Ну это так, я говорю, примерно. По 30 процентов индексировать два раза в год, чтобы догнать нам. За какой-то период. Так сразу мы не догоним. Нет. Довольно сложно. Вот давай я сейчас остановлюсь. Еще раз, не устану повторять. Куда-то они деньги сразу находят. Куда догадываетесь сами. Я больше уверен, все 100 процентов догадываются. Куда деньги находятся сразу. Почему такая незабота о своем населении, о своих же коренных жителях в Латвии, которые всю жизнь, повторяю, всю жизнь здесь работали, всю жизнь платили налоги, и такая незабота. В чем дело? Почему они тянут? Тянули уже четвертый десяток лет. В чем дело? Особенно, кто вот помнит, еще раз всем, дай бог всем здоровья, помнят большинство, когда Латы, вот мы на Латы перешли, какие были пенсии. Ну это просто, в кавычках, смешные. Это мизерные нищенские пенсии дали. Откуда такое все? А почему так? А, ну скажите, тогда неразбериха была бы. Хорошо. Ну а дальше что? Сколько может быть, это я уже от себя добавляю, сколько можем мы жить в неразберихе и непонятках? Почему вы народ загнали на такой степени? Почему? Особенно пожилых людей, пенсионеров. Почему, спрашиваю? Тогда у вас были отмазки, отговорки. Но, но, кто помнит, когда дубинками погоняли? Да, 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 вы не ослышались, если молодые не помнят. Именно дубинками били пенсионеров, разгоняли. Ну я не буду называть года и копаться точно, не могу назвать какие. Ну были, уже Латы были. Они вышли протестовать, почему такие мизерные пенсии. Невозможная жизнь уже тогда была. Когда еще Латы были в самом начале. Однако же, им сразу поднимать начали и не на 6%, даже не на 10% и не на 20%, а на много. А потому что, да, потому что в Европе и в мире заинтересовались, что же там происходит. У нас здесь происходит. Почему это вы бьете, вежливо сказано, вежливо еще, пенсионеров разгоняете. Они что? Из-за чего это заинтересовались? И почему-то сразу начали повышать. Подтвердите, пожалуйста. Ну кто-то, может быть, и слышал. Некоторые я, конечно, свои мысли и повторяю иногда, потому что, ну вот, пожалуйста, вот тема. Про индексацию пенсии, друзья. Как ее не поднять? Так что? Получается, опять надо всем пенсионерам выйти, чтобы обратили внимание весь мир. Иначе вы не найдете этих денег. Никогда в жизни. И все время вы будете вот эти вот подачки подавать, низерные. Я не спорю. Прошлый раз. А откуда вы нашли деньги в прошлый раз? А? И все равно, вот при такой, ну, относительно большой индексации пенсии, вы же помните, я сейчас спрашиваю у пенсионеров, которые мы повысили. Действительно было по 100 евро в среднем каждому, да? Нашли деньги? А сейчас почему? Что нету денег? А куда они делись? Назовите причину. Я уже теперь уже не у пенсионеров спрашиваю. И опять же повторяю, куда-то находятся сразу деньги. Сотнями миллионов. Десятки, несколько десятков. Сотнями, сотнями, друзья. Что там говорить сотнями? Довольно сложно я остановился, да? Это запланированные расходы бюджета 2023 года. И мы работаем над бюджетом 2024 года. Скорее всего, изменений в бюджете не будет. И запланированный ресурс для индексации станет, останется, друзья, для индексации, запланированный ресурс для индексации, останется на нынешнем уровне. Это говорит Ауглис. Новые пенсии, новые пенсии вступят в силу с октября после индексации. Ну, с 1 октября. Понятно было. С его года, 2023 года. Вот такие вот новости, друзья. А кто доволен? Да никто не будет доволен. Еще раз повторяю. Прошлый раз они из-за чего подняли, ну, относительно, в кавычках, так много. И то не очень-то люди почувствовали. Потому что сразу же, тут же все пошло вверх. Цены вверх. Все. Буквально все. А что говорить уже тогда про этот год? Какие коммунальные. Но электричество тут, смотрите, вон они тут песни-пляски устраивают. Я в кавычках, конечно. Концерты нам устраивают здесь. Театр. 60% до то, до сё. А зачем поднимали тогда вы? Своё электричество, вырабатываемое, и так далее. Все мало. Не нажраться. Жажда наживы, тяга к обогащению превыше всего. И так далее по тексту, друзья. Да, вы слушали, что латвийские пенсионеры в ужасе ждут индексации пенсии. А министерство благозостояния разводит руками. Ну вот он разводит руками, друзья. Вот как я сейчас разложу руками. Кому не нравится, можете не смотреть. Никого не держим. Читаю, читаю комментарии. Да, друзья. На этом я буду заканчивать. Но я говорю, у меня даже больше слов нет. Одни эмоции только идут. Но я не могу держаться. Вы заметили уже. Просто не могу держаться. Но в этом случае я не буду переходить на... Да. 6,4. У меня все вот так вот в голове стоит. Это не стыда, не совесть. Это позор. Просто позор. Издевательство. При таком повышении, бешеном, на некоторые продукты, на некоторые другие изделия и так далее. В разы. Не хотите? А вдруг они нарисовали 6,4. В несколько раз. Все подняли. Ну, за год имею в виду. А то и плюс-минус. Ну, скажите, назовите, Сергей. Что мне называть? Неужели вы держите народ за таких тупых? Неужели они не видят? Что? Или вы в магазин не ходите? А, да, один деятель там ходил. Да, да, да. Ой, и правда, как дорого. На 300 процентов на него потом напали там эти. Типа вы ложь разносите и неправду говорите. Ну, как же неправду? Пожалуйста, вам факт. Деньги обесценились. Полностью обесценились. Что толку? Ну, поднимите вы сейчас на эти 20 евро. Что это есть на 20 евро? Да, это издевательство. Тогда лучше вообще ничего не поднимайте. Это я сейчас свое мнение. Своё мнение высказываю. Друзья, да. На этом буду заканчивать. Ну, конечно, попрошу я вас, да, поставьте лайк. Лайк поставите. Больше увидят вот это видео, друзья. Эту новость. Про наших латвийских пенсионеров. Они очень недовольны вот этим вот. Потому что уже давным все знают. А министерство благосостояния разводит руками. Но придет 1 января. Они руками разводить вот все вот эти шишки. Не будут разводить. Они все дружно сядут. И найдут время. И без всяких отпусков. Никаких перерывов. Сразу себе поднимут все зарплаты. В разы себе. Ну, не на 6%, друзья. Даже и не на 40%. Ну, это все уже. Это отдельная тема, друзья. Подпишитесь на наш канал. Напишите комментарий, что вы думаете про вот это вот. Безобразие это я так вижу эту всю систему. Да, 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 да. Сначала за Швецией, за Скандинавией. Догоним, перегоним Скандинавию. Фуй. Сейчас уже молчат даже про Эстонию и Литву. Что будем ли мы догонять. Все. Тишина и покой. Вот они рванули и рванут с 1 января. Уже в разы. Так же самые пенсии. Ну, в разы. Почти в разы, друзья. Минималка какая. Ой, я думаю, друзья. Все. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Всем спасибо. До следующих видео, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok